Всем привет! Сегодня мы поговорим про заказчиков, потому что вы давно просили меня поделиться инсайдом из жизни портретиста. И вот этот день настал. В одном моем видео про стенгазеты, да, ребят, есть и такое, ссылка будет в описании, я рассказывала про женщину, которая мне позвонила и хотела сделать заказ на стенгазету, которую задали ее ребенку. Я ей отказала, и отказала не только потому, что училась 5 лет в институте не для того, чтобы рисовать газеты, но и потому, что поняла, что с этой женщиной будет очень сложно работать. В комментариях мне несколько раз написали, что я уж слишком много себе позволяю, отказываясь от заказа. Я обязана просто брать заказ, даже если мне кажется, что клиент неадекватен, потому что клиент всегда прав. Я, честно говоря, не осуждаю тех людей, которые так думают. Мне кажется, такие вот комментарии рождаются в головах у людей, которые никогда не сталкивались с работой на заказ, и опыт их работы в такой сфере равен нулю, поэтому они просто не знают некоторых вещей. Но у меня опыт есть, поэтому я позволю себе немножечко просуждать на эту тему. Во-первых, скажу очевидные вещи. Я, как художник, работающий лично на себя, могу отказать кому угодно в заказе без объяснения причин. Тем самым я не нарушаю никаких договоренностей. Во-вторых, многие, наверное, не знают, но не только заказчик выбирает художника, но и художник заказчика. Работа происходит только в том случае, если мы друг друга устраиваем. Никто не может нанять меня на работу без моего согласия. И намерение заплатить мне деньги не делает человека моим хозяином. Когда человек вступает со мной в деловые отношения, они предполагают равные позиции и взаимоуважение. Что же происходит, когда заказчик не нравится художнику? Все просто. Художник отказывает в максимально деликатной форме, на которую он способен. И я это делала не раз. Опыт научил меня, что если в начале работы есть маленькие звоночки, указывающие на неадекватность нового заказчика, то в конце работы это будет огромный громовой колокол сумасшествия. К интуиции всегда нужно прислушиваться. Те, кто уже работают на заказ давно, они знают, что есть такой синдром отвергнутого заказчика. Это когда ты говоришь заказчику, что не можешь взять заказ, но он продолжает настаивать на том, чтобы его сделал именно ты, во что бы то ни стало. И делает это прям очень настойчиво. И это не значит, что я, например, так сильно нравлюсь ему, как исполнитель. Совсем нет. Может даже наоборот. Это значит, что человек не приемлет отказов даже в мелочах. История первая. У меня есть несостоявшийся заказчик, насчет которого у меня сразу возникли подозрения. Почему есть? Да потому, что он периодически где-то всплывает. Парень предложил мне серию иллюстраций на заданную тему по 5000 рублей за штуку. Ну, вроде бы, казалось бы, норм. Но когда я узнала, что рисовать и как рисовать, то мне показалась эта сумма неподходящей. Нужны были иллюстрации, которые изображают обнаженных девушек, умирающих от разнообразных пыток. Причем здесь я, спрашивается. А при том, что лица девушек должны были быть срисованы с реальных девушек. И они должны были быть узнаваемыми. А ведь я портретист, и у меня такое наверняка получится. Ужас! Но это еще не все. Предполагались длинные-длинные переписки, в которых бы обсуждались все детали вот этих иллюстраций. Смаковались бы подробности. Этот заказчик мне сказал, что у него вот была иллюстраторша, но она от него почему-то убежала. И теперь он ищет новую. Вот у меня есть пара предположений, почему она могла это сделать. В общем, я отказала ему один раз, потом еще раз, потом еще раз. Короче, друг, если ты меня сейчас смотришь, я таким не занимаюсь, никогда заниматься не буду, ни за какие деньги. И я даже не знаю, кто мог бы за это взяться. Не пиши мне больше, пожалуйста. История вторая, которая иллюстрирует как раз фразу о том, что клиент всегда прав. Меня один раз звонком разбудила женщина. В Питере были белые ночи, уже было светло. Я подумала, что сейчас наверняка где-то часов 8. Для некоторых людей рабочий день уже идет вовсю, поэтому я беру трубку. Таким бодреньким голосом проговариваю стандартный текст, который я говорю заказчикам. Заказчица говорит, что она хотела бы получить портрет сегодня к 5 часам вечера. Я ей говорю, что извиняюсь, конечно, но, к сожалению, в такие короткие сроки, за полдня портрет не может быть сделан. Мне очень жаль. Всего доброго. Тут же ложусь спать, просыпаюсь от очередного звонка, смотрю на часы, 9 часов. Звонит та же женщина и пьяная в стельку требует просто от меня пиццу, которую она заказывала. Я извиняюсь, опять говорю, извините, вы наверняка ошиблись с номером. Это не пицца, я совершенно другими делами занимаюсь. Всего доброго. Вот. И тогда я решила посмотреть, во сколько же она звонила в первый раз. В 5 часов утра, ребят. В 5 часов. Вы знаете хоть одно место, куда бы вы позвонили в 5 часов утра и перед вами бы извинились, что, к сожалению, не могут помочь. Это К. Клиентоориентированность. Так что не говорите мне, что я не уважаю тех людей, которые ко мне обращаются. Очень даже уважаю всех. До единого. История третья. Вот по телефону я всегда слышу, когда у заказчика немного странный голосок, когда он немного не так как-то строит фразы, когда сбивается, вязнет в теме, на что-то другое перескакивает, начинает рассказывать о чем-то личном, какой-то дрожь какая-то в голосе. Вот это всегда вот по этим маленьким-маленьким таким вот признакам ты понимаешь, что заказчик чуть-чуть не в менько. Когда я только начинала работать, я часто сомневалась в своей интуиции, думала, ну зачем вешать ярлыки, может быть, просто человек такой своеобразный. Но чем больше я работала, тем больше подтверждений своим первым впечатлением я получала. У меня был заказчик, насчет которого были подобные сомнения, но он очень настаивал на встрече. Тогда еще я встречалась с заказчиками до того, как взять заказ. И вот когда я его увидела, я сразу поняла, что он больной. В буквальном смысле больной. По его виду, по его одежде, по его походочке, вот по поведению по всему. Он принес какие-то смятые фотокарточки старые. Я ему говорю, что тут ничего не видно, тут все мутное, с этого нельзя ничего нарисовать. Он начинает меня уговаривать, чуть ли не на колени становится. Начинает говорить, давайте, это последний шанс. Этот человек умер, его больше нет, фотографий больше не будет. И я вот прям стою, и он ко мне так обращается, как будто бы я у него родного человека вот сейчас прям отбираю. И я вообще ничего не могу поделать, потому что я не психолог, не психиатр, не родной человек для него. То есть я ничего не могу сделать. Короче, это было ужасно. Я прекрасно понимаю, что некоторые наверняка в комментариях меня сейчас отсудят, что я не повела человека к себе домой, не обогрела его, не налила ему чай, не выслушала, не разобралась, в чем проблема его и как эту проблему решить. Но, к сожалению, лично у меня тот период, когда я всем хотела помочь, в жизни этот период уже прошел. Потому что я узнала, что оказывается, если ты хочешь кому-то помочь, то это может быть смертельно опасно. Но это уже совсем другая история, ребята. Вот, так что я теперь аккуратно и немножечко на расстоянии с незнакомыми больными людьми. В общем, после этого я не хожу на встречу с заказчиками до того, как они подтвердят свои намерения 50% предоплатой. И четвертая история вытекает прямо отсюда, потому что это многим не нравится. Недавно мне позвонила женщина, которая мне сказала, что ей необходимо со мной встретиться, чтобы объяснить, что конкретно ей нужно. Вы только представьте себе, насколько нецелевое расходование времени. Меня немножечко подвела камера, поэтому последнюю часть видео мы перезапишем. Мы остановились на женщине, которая очень хотела со мной встретиться для того, чтобы рассказать о своих идеях по поводу заказа. Я ей сказала, что я не встречаюсь с заказчиками до внесения предоплаты. И тут началось. Она сразу же повысила тон и говорит, да как ты смеешь, я тебе деньги плачу, я кота в мешке покупать не собираюсь. Я ей спокойно отвечаю, что она может заглянуть на мой сайт, посмотреть портфолио, там очень много работ, сделанных именно на заказ, и она может видеть тот результат, который она получит. Это не кот в мешке. Она мне говорит, ты что не понимаешь? Я заказчик, мое желание закон. Я сейчас вообще развернусь и уйду к другим художникам, которые сделают мне то же самое за 300 рублей. Я такая думаю, так, стоп, а почему она у меня хочет заказать, если у нас в разговоре вообще фигурируют такие микросуммы? Ну я ей, конечно, говорю то, что вообще это отлично, это замечательно. Если вы знаете, где заказать то же самое за 300 рублей, конечно же, идите к тем художникам, потому что это мега выгодное предложение. Она вела себя как начальница, которой я обязана по гроб жизни, которая дает мне хлеб насущный. И она уже просто была уверена в том, что я сейчас подорвусь, встану и побегу на другой конец города, обсуждать с ней ее идеи. Причем эта встреча ее даже не будет ни к чему обязывать, она может просто встать и сказать, спасибо, я подумаю. И выбирать уже из такого энного количества художников. Вы могли заметить, что сегодня я рассказала о несостоявшихся сотрудничествах. Но когда я только начинала работать, я соглашалась практически на любые заказы. И такие заказы, которые начинались так, как я сегодня вам рассказывала, они заканчивались обычно либо какими-то капризами, правками в процессе работы, какими-то скандалами. либо работа была закончена, встреча назначена, приходишь на встречу, стоишь, ждешь час, а он тебе пишет, что у него дача сгорела, например. Потом у него еще что-то случается, а потом ты просто обнаруживаешь себя в черном списке и понимаешь, что работу эту можно просто выкинуть. Или вообще попросту заказчик не платил деньги, такое тоже случалось. То есть все эти истории, которые начинаются с того, что интуиция тебе что-то шепчет такое, что нужно насторожиться, все эти истории заканчиваются по-разному, но никогда эти истории не заканчиваются хорошо. Как вывод, конечно, художник тоже выбирает заказчика. И общаться с художником свысока, как барин, и ожидать, что художник с радостью будет обслуживать любые фантазии, это неадекватно. И я хочу еще сказать, мы не обслуживающий персонал. Но если кто-то ведет себя с обслуживающим персоналом свысока, то это тоже, я считаю, говорит о невысоком уровне культуры. Люди, о которых я сегодня рассказывала, не похожи на моих обычных заказчиков. Адекватных людей гораздо больше. Это я говорю для тех ребят, которые хотят начать работать на заказ. И у вас будет меньше таких эксцессов, если вы ведете предоплату. Вас не будет ожидать такой трэш каждый день. Это лишь маленькие какие-то эпизодики, которые иногда, да, будут случаться, но это будет не так уж и часто. Ребят, если у вас есть какие-то истории, связанные с заказчиками, то обязательно напишите их в комментариях под этим видео, потому что мне будет очень интересно читать. Я просто обожаю такое. Если вам понравился формат истории, вам было интересно, тоже обязательно дайте об этом знать в комментариях, чтобы, возможно, я сняла еще что-то подобное. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok